Радио Минск. Объяснительно. Пригласительный в Белорусский государственный академический музыкальный театр на эксцентрическую комедию «Моя жена Лагунья». Мы как-то уже рассказывали про сюжет этой комедии в одной из рубрик, поэтому повторяться не будем. Скажем, что достойное произведение, достойная постановка, которую стоит увидеть, похохотать, посмотреть, как живут люди. Культурно, да, провести время. Мы для этой объяснительной съездили в Минское городское управление МЧС. Там очень, во-первых, спасатели там, ну, сказать, обитают, работают, да, вот. У них там так интересно, душевые всякие, ну, там же люди живут, там отдыхают, все, там, ну, такое управление. Там даже есть музей, интересный музей огня, по-моему, так он правильно называется, ну, не фактически музей, что там зарегистрировано как музей, вот. Но туда могут прийти экскурсии детей, например, привезти, можно, ну, позвонить заранее, записаться, чтобы там все были, ну, вот. И расскажут так интересно, причем возраст, наверное, от самого маленького школьного, там, 6-7 лет. Ну, и мне там слегка за 30 тоже было интересно посмотреть, послушать экскурсию, вот, на Козлова. Это, ну, просто я рассказываю, как интересно вот в этом вот здании МЧС в Минском городском управлении. И вот все интересные люди. Сходите, посмотрите, и пусть это будет единственный случай, когда вы столкнетесь с МЧС. Ну, и в рубрике «Объяснительное» пусть еще тоже. И эти интереснейшие люди нам также помогли записать рубрику «Объяснительное». Мы попросили их описать некоторые слова, связанные с их работой. Но они их описывали другими словами как-то иносказательно. То есть могли брать что-то из области своей деятельности, а могли брать что-то из общечеловеческих ценностей и отношений. Ну вот, поэтому слова описывали по-разному. Вам нужно догадаться, что за слово было вот в итоге объяснено сотрудниками МЧС. И на 9-2-4-0 отправитесь это слово в виде смс-сообщения. Будете первым правильно ответившим, получите пригласительный в театр. Итак, 9-2-4-0, что это за слово? Это то, что каждый мальчишка делал себе в детстве. Красный домик для хранения первичных средств пожаротушения. В древней спарте мать, провожая сына на войну, ожидала, что он вернется с ним, потому что без него позор. То, что нас ограждает от всяких бед. Атмосфера там свой. Дом это свой. У рыцаря обычно в руках можно его заметить. Также на предприятии. Что вот является для человека, чем является атмосфера? Чем является дом? Что есть на предприятии? Первичные средства пожаротушения можно там обнаружить. Что это такое? 9-2-4-0. Ждем ваши варианты ответов. Послушаем Гарри Мура. Ну, там еще песню одну. И узнаем, кто первым прислал правильные ответы. Что это за ответ, собственно? Результаты объяснительные уже у нас есть. Но мы объявим сейчас этот правильный ответ. Вот, Александр, скажите, пожалуйста. Правильный ответ это щит. Щит. Именно про него говорили сотрудники МЧС. Хотя вот были слушатели, которые написали, что, возможно, это знамя, ну или флаг. Но это неправильный ответ. Мы сейчас послушаем еще раз объяснение. И уже будет точно понятно, что действительно щит объясняли работники МЧС. Это то, что каждый мальчишка делал себе в детстве. Красный домик для хранения первичных средств пожаротушения. В древней спарте мать, провожая сына на войну, ожидала, что он вернется с ним. Потому что без него позор. То, что нас ограждает от всяких бед. Атмосфера там свой. Дом это свой. У рыцаря обычно в руках можно его заметить. Также на предприятии. Вот и все. Вот это щит какой. Он, оказывается, бывает разносторонний щит. Был у меня случай, работал я как-то на стройке. И работал со мной художник, который за 20 минут такой пожарный щит нарисовал. Ну, не было возможности делать настоящее. А близко никто не подходит. Да, близко к этому. Потому что грязь, как говорится, стройка же. И близко никто не подошел. Ни одна комиссия даже не догадалась, что это все. Топор-то не настоящий. Да, что это все рисунок. Но было очень весело. Спасибо за правильные ответы. И за неправильное тоже. Спасибо за участие в рубрике «Объяснительное». Но в театр отправится слушатель или слушательница, чей номер заканчивается на 020. Мы вас поздравляем. Сейчас телефонный звонок совершим и расскажем, как забрать пригласительное. Через 10 минут слушаем новости на Радио Минск.